Друзья, мы поговорим с вами про эмоциональный интеллект, про эмоции и ваш образ жизни. Вот, например, Фредерик Перлс сказал, тревога – это напряжение между сейчас и потом. Вот это потом, ваше негативное прогнозирование, оно отвратительно влияет на моделирование вашего будущего. Поймите, к классу эмоций относятся настроение, чувства, аффекты, страсти, стрессы, на конце концов. И все это взаимосвязано и сильно влияет на наше психологическое состояние, состояние человека, качество нашей жизни, реакции наших нервных систем. Ведь наши эмоции включены во все, во все психологические процессы – переживания человека, его чувства. И вот эти проявления нашей активности, активности, деятельности являются эмоциональным волнением. Любое наше взаимодействие с другими людьми или с какими-то обстоятельствами вызывает у нас то или иное эмоциональное состояние. Вот я вам скажу, что эмоция в переводе с латинского – это возбуждать, волновать. Это то состояние человека, которое связано с оценкой значимости для вот вас, конкретно вас, действующих на этих факторов, этих обстоятельств, этого взаимодействия с людьми. Очень сложно описать эмоциональную жизнь человеку в полном каком-то объеме, вот как таблицу Excel. Эмоции окрашивают все наши психологические процессы со стороны жизнедеятельности человека. Они являются каким-то универсальным регулятором нашей внутренней и внешней жизни. Без эмоций человек не живет. А вот какие в основном он испытывает эмоции и насколько они вам помогают в жизни – все это довольно индивидуально. Часто у вас одни негативные, катастрофические эмоции. Я бы вам посоветовал определиться и отметить главную функцию эмоций как взаимосвязь с внешним миром, со своими целями и со своими надеждами. Не иллюзиями, а надеждами. Итак, первое, что запишите, пожалуйста. Благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга. Понимая друг друга, вот эта лимбическая система мозга, которую нам дала старушка эволюция, помогает вот этим животным сбиваться в стаю, а нам понимать друг друга. Более того, скажу, и любить. И вот мы, не пользуясь речью, вот просто нет вербальной речи, а вербальная речь появилась совсем недавно в историческом обозримом будущем, где-то 50-60 тысяч лет назад, мы можем судить о состоянии другого человека. Мы его как бы чувствуем. Эмпатия, негодование – это работают зеркальные нейроны. Мы потом о них поговорим подробнее. И это нам помогает лучше настраиваться вот на эту совместную деятельность, на какое-то общение. Вот для чего старушка эволюция дала нам лимбическую систему. Вместе с ретикулярной формацией и зеркальными нейронами, они как раз и заставляют нас сбиваться в стаи, находить общие какие-то моменты. Поймите, эмоционально поразительные движения человека – мимика, жесты, пантомимика – они выполняют функцию общения, больше несут информацию, чем человек говорит. Как говорится, слова нам даны для того, чтобы врать. А вот невербальный язык общения, он как раз является языком искренности, языком тех мыслей, которые испытывает данный человек. И нам, чтобы развивать наш эмоциональный интеллект, нам необходимо понимать вот этот невербальный язык. И мы будем с вами работать над этим. Поймите, конечно, сказанное слово тоже отзывается как-то у нас и тоже вызывает у нас эмоции. Значит, мы можем записать. Жизнь без эмоций невозможна, но также невозможно без ощущений. Поймите, ощущения – это не цифровое восприятие эмоций. Как те цифровые восприятия эмоций, когда вы в гаджетах смотрите, смотрите фильмы, вроде бы переживаете эмоции, но они связаны с цифровым воплощением, а нам нужны ощущения, нам нужны вот эти контакты, контакты человека с человеком, тактильные контакты, даже запах. И вот этот более объемный, объемный портрет этого человека со всеми его невербальными примочками нам помогают понимать этого человека. А вот человек обычно измучен своими тревогами, страхами. Конечно, в этом нет ничего странного, что мы боимся. Так старушка эволюция нам вложила в рептильный мозг. Но поймите, вы часто живете не настоящими страхами, нереальными страхами, а своими какими-то переживаниями, катастрофическими прогнозами, смертельно пугаясь собственных фантазий и каких-то домыслов. Это так называемое катастрофическое мышление с негативными прогнозами. Поэтому мы исключены из реальности. Мы живем вот в этом фантомном, выдуманном мире, где нам мешают выдуманные страхи, какие-то галлюцинации. Поэтому запомните, эмоции, страхи, они существуют в реальности. На них нельзя обижаться, их отвергать. Их нужно просто понимать. А понять, почему это происходит и что тут не так, вот это и есть самое главное в развитии эмоционального интеллекта. То есть сменить вот это катастрофическое мышление на позитивное и конструктивное моделирование собственного будущего. Вот этим мы и займемся на наших тренингах. Продолжайте смотреть, подписывайтесь на мой канал. Особенно вот это большое занятие про эмоциональный интеллект, которое вы можете за 400 рублей большой этот файл скачать у меня с Яндекс.Облака. И заниматься. Там есть и слова, есть и рекомендации, есть и ролики. На связи.